Добрый день, я Мельниченко Роман Григорьевич и мы продолжаем с вами курс лекции международное публичное право. Сегодня мы с вами прочитаем вам лекцию об одной из самых, пожалуй, молодых отраслей международного права. Эта отрасль бурно стала развиваться, пожалуй, только в середине двадцатого века. До этого то, о чем я буду вам рассказывать, существовало. Существовало, но как-то фрагментарно, недолго держалось, не было каких-то общих правил, а вот именно с середины двадцатого века эта отрасль бурно взорвалась, вернее, это отрасль международного права и стала сильно влиять на международные отношения. Итак, тема нашей сегодняшней лекции это право международных, международное право международных организаций. Итак, право международных организаций это из раздела новых субъектов международного права. До 20 века основным доминирующим субъектом международного права было государство. И государство существовало около двух, как минимум тысяч лет. Государство нормально могло осуществлять свои отношения международные, но видно что-то изменилось в мире и потребовался новый субъект. Возникли новые какие-то запросы общества и этим новым запросам был дан ответ. Это новый субъект международного права. Этим новым субъектом является международная организация. Сегодня у всех на слуху такие аббревиатуры как ООН, НАТО, ОПЕК, ШОС. Иногда они конечно странно звучат для нашего уха, но практически все люди понимают о чем идет речь. Это речь о международных организациях. Итак, план нашей сегодняшней лекции. План будет состоять из двух частей. Первая часть, первый вопрос, это понятие права международных организаций. Мы здесь поговорим о том, как отличить международную организацию от государства, какие признаки у международной организации и что в это понятие входит. И вторым вопросом я поставил вопрос об организации объединенных наций. Трудно представить современное международное сообщество без этой организации. Она доминирующая, в ней воплощены все признаки международных организаций. По ее образцу создаются новые международные организации. И при этом она с 1945 года остается основным игроком на международной арене. Итак, почему возникли международные организации? Как они возникли? Почему в них образовалась потребность? Дело в том, что государство договариваются друг с другом. Да, посредством дипломатии, посредством заключения международных договоров. Но вот эти разовые общения, одноразовые двухсторонние общения перестали удовлетворять государство. Государствам необходимо в современном мире большее взаимодействие, большая взаимосвязь. И как ее осуществить? Государства стали объединяться. Объединяться не в смысле создания нового государства, а в смысле объединяться и передавать часть своих полномочий вновь созданному органу. И этим органом стала международная организация. Прототипы международных организаций существовали еще, например, в Древней Греции, Симахии те же. Это когда несколько полюсов, это города- государства, объединялись в какую-то организацию для решения каких-то задач. Например, военных. То есть обороны, взаимные военные помощи. И в средние века были какие-то международные организации. Но, пожалуй, именно в 20-м веке вот ярко появилась потребность в этих организациях. Итак, посмотрим на слайде, как я представляю появление международной организации, как я представляю ее суть, суть ее генезиса. Субъекты международного права, вот стрелочка основные, это государства. Например, возьмем три государства. Эти три государства, объединяясь, договариваясь друг с другом, подписывая международный договор, создают своей волей еще одного субъекта. Это субъект международной организации. Что государство ей передают, вот здесь стрелочками показано. Они передают ей, этой организации, часть своих полномочий. То есть, чтобы не само государство какие-то функции свои реализовывал на международной арене, а передав международной организации, уже она консолидирована, выражая волю всех этих трех государств, как здесь изображено. Оно реализует их волю и делает возможным вообще существование государств на международной арене. Как это происходило? Происходило, сначала государства обменивались дипломатическими отношениями. Затем появились конференции. Конференции, это когда представители государства уезжаются и решают какую-то значимую, актуальную на данный момент проблему. Затем подписывают какой-то международный договор и необходимо этот договор контролировать его исполнение, а также его время от времени толковать или подправлять. И возникли такие структуры, как комиссии. Например, до сегодняшнего дня существует Дунайская комиссия. Есть договор о Дунае, который протекает по территории множество государств. И к этому договору, согласно этому договору, создана комиссия, которая контролирует выполнение договора, а также решает какие-то технические вопросы, навигации по Дунаю, пошлин и другие какие-то актуальные вопросы, которые возникают при функционировании этой реки. Также, согласно договору об Антарктике существует аналогичная комиссия. Следующий этап, это создание уже организации. Комиссия перерастает в организацию. В чем разница между комиссией и организацией? Здесь так следующее уловить. Комиссия, как правило, узким вопросом занимается. Например, Дунаем или занимается Антарктикой. А международная организация, это уже орган с расширенными полномочиями. Например, ОПЕК. ОПЕК занимает нефтяные государства. Восточные объединились в эту организацию. Они контролируют поставки нефти, квоты на добычу нефти, ее цены, может быть, тем самым регулируют. То есть, это более такая, больше функциональная организация. Есть предположение, что иногда некоторые организации международные могут перерасти в государства. Например, Евросоюз, это международная организация. Бесспорно, но она уже в себе содержит определенные признаки такого государства, как конфедерация. То есть, уже какой-то переходный период между организацией и государством. Итак, давайте посмотрим на определение права международных организаций. Право международных организаций, это совокупность международных норм, регулирующих вопросы возникновения, структуры и деятельности международных организаций. Давайте разберем это определение. Итак, это совокупность международных норм. То есть, это совокупность правил, которые описывают, в которых описано вот это организационное единство, вот эта организационная структура. Итак, что же в этих правилах прописано? В них прописано, как возникают международные организации, регулирующие вопросы возникновения. Еще эти нормы регулируют структуру. То есть, как организована международная организация, что же у нее за структура. И эти нормы регулируют, как действует международная организация. То есть, как она работает, какой ее функционал, как переходит полномочия, как они переходят от государства и как они вообще у нее появляются, и как она эти полномочия реализует. Итак, международная организация сильный субъект международного права. Сильный, то есть, значимый. Но в данном случае нам необходимо различать государство и международную организацию. Потому что по многим признакам, например, как я уже говорил с конфедерация и международная организация, они очень близки. Нам надо различить. А различить, значит, нам надо определить свои признаки международной организации, отличающиеся от признаков государства. Я выделил несколько признаков международной организации. Если вы их запомните, их поймете, главное, то у вас будет матрица. И накладывая на какую-то организацию эту матрицу, вы увидите, да, это международная организация. Или нет, это не международная организация. Итак, посмотрим, какие же признаки международной организации существуют. Я выделил пять признаков международной организации. Начинается с самого начала, то есть с чего оно возникает. Это конвенционный базис международной организации. Нам, юристам, более понятно такое определение, как юридическое лицо. По сути, условно, мы можем сравнить, проводить аналогию между юридическим лицом и международной организацией. И в этой связи, в этой парадигме, что такое конвенционный базис. Конвенционный базис, конвенция, это учредительные документы международной организации. То есть, чтобы она могла существовать, международная организация должна обладать правилами. Правилами своего функционирования. И потому, перед тем, как ее создают, необходимо подписать какие-то документы. Как правило, это уставы. Как уставы в юридических лицах, в обыкновенных акционерных обществах, так существуют и уставы в международных организациях. Самым известным уставом является устав Организации Объединенных Наций. То есть, это конвенционный базис. Кроме устава, могут быть еще какие-то дополнительные документы, которые применяются в рамках полномочий этой организации. Без конвенционного базиса, без документов организация просто не возникнет. Второй признак международной организации, это ее участники или акторы. Основным участником международной организации, как бы это было видно из схемы, является, конечно же, государство. Государство, это основные носители прав и обязанностей в современном мире. И только у них есть полномочия, которые они могут этими полномочиями наделять вновь созданный субъект, международную организацию. То есть, государство, это основной субъект, основной учредитель международных организаций. Могут быть и другие субъекты, другие учредители, например, выделяют наблюдателей. Ну, Ватикан. Ватикан это небольшое государствоподобное образование, и оно не может наравне выступать с такими государствами, как США, Россия, Италия. И потому они не учредители, а не наблюдатели в международной организации. И в некоторых случаях учредителями международной организации или его участниками могут быть другие международные организации. Например, ООН является учредителем ряда международных организаций. ЮНЕСКО, например, или комитет по труду. То есть, эти организации созданы, как бы организация из организации возникла. Вот такие основные субъекты права международных организаций и ее участники. То есть, индивид, например, не может быть участником международной организации, потому что он не обладает соответствующей компетенцией. Третий признак международной организации, это ее структура. Структура международной организации. Любая организация представляет собой систему. Система это совокупность взаимосвязанных элементов или органов, которые расположены в определенной, если это иерархическая система, а в данном случае мы говорим об иерархических системах, в определенных интеграционных иерархических связях. Опять же, для лучшего понимания, так как предполагается, что лекция считается юристом, можно сравнить структуру международной организации со структурой акционерного общества. И там выделяются три основных структурных элемента акционерного общества и, в нашем случае, международной организации. Посмотрим, как они выглядят. Это трехэлементная структура. В основании лежит общее собрание. Общее собрание это собрание всех участников, всех учредителей международной организации. Следующий орган, это исполнительный орган. Это, по аналогии с акционерным обществом, это совет директоров. Своеобразный. Это постоянно действующий орган. И к его компетенции отнесено выполнение таких текущих вопросов, но наиболее важных вопросов, которые стоят перед организацией. И во главе организации международной стоит руководитель. Роль руководителя в международной организации несколько меньше, чем роль, например, президента акционерного общества. Почему? Потому что в международном праве государства очень зорко следят за независимостью. И есть такой принцип международного права со средних веков, через латинский язык к нам пришел. Он назначает так. Равный над равным переводится следующим образом. Равный над равным права не имеет. То есть, если допустить, что есть руководитель какой-то международной организации с мощными полномочиями, получается, он над всеми. А государства равны. И потому государства очень редко... Я пару только случаев знаю в международных организациях, когда действительно значимые полномочия передаются его директору. Как правило, это такие распорядительные, обслуживающие полномочия. То есть, чтобы организация работала. Но каких-то значимых функционала у руководителя, у главы международной организации, как правило, не существует. Итак, трех уровней системы международных организаций. Но это не препятствует тому, что в международной организации может быть более сложная структура. Помимо этих трех элементов, могут быть дополнительные органы. И мы с вами это увидим, когда будем рассматривать организацию объединенных наций. Итак, посмотрим следующий признак международной организации. Это компетенция международной организации. Под компетенцией здесь понимается в юридическом смысле. Это совокупность прав и обязанностей международной организации. Международная организация создана для выполнения каких-то функций. И вот для выполнения этих функций, она наделяется правами и обязанностями. И в этом круге прав и обязанностей, в этой совокупности прав и обязанностей является компетенция. Прав больше, компетенция шире. Прав и обязанности меньше, компетенция сжимается. В данном случае, примитивно к международным организациям, существует две теории. Две теории об объеме компетенции международной организации. Согласно первой теории, международная организация обладает полномочиями только теми, которые прямо зафиксированы в ее конвенционном базисе. То есть в уставах и других документах. Вот там написано, например, что Международный почтовый союз способствует унификации почтовых переводов на земном шаре. Все. Это функция этого почтового союза. Жесткие рамки. Ни туда, ни сюда. Компетенция жесткая. Но второй подход заключается в следующем. Невозможно все предвидеть. Невозможно все жестко зарегулировать. И здесь можно плавающую компетенцию сделать. И тут есть рамки. Но рамки какие? Рамки целей деятельности международной организации. То есть у международной организации есть цель. У Международного почтового союза, например, это цель почтовые сообщения между государствами. ОПЕК нефть, НАТО безопасность, военная безопасность и так далее. И вот в конвенционном базисе прописываются только цели. Основные цели перечисляются, а компетенции как таковой нет. И тогда возникла ситуация какая-то для решения цели. Международная организация получила чуть больше объема полномочий. Не выполняет она этих целей, полномочия сжимаются. То есть как бы плавающая полномочия. И вот между этими двумя теориями, государство, конечно, бы хорошо государству отдать свою компетенцию кому-то, чтобы кто-то решал. С другой стороны, отдашь все, значит передашь слишком много компетенций. И вот я, пожалуй, думаю, что в сегодняшнем мире промежуточная теория действует. Да, все, что написано в конвенции, это полномочия международной организации. Но иногда целесообразно выйти за пределы этих конвенционных полномочий и решить какую-то проблему насущную, которая стоит перед международной организацией. И завершим мы с вами последним признаком международной организации. Это штаб-квартира и персонал международной организации. Пожалуй, эти два признака, мы видим, это два признака, именно они отличают международную организацию от государства. Потому что вышеперечисленные признаки можно подвести к любому государству. Конвенционный базис, что это такое? В России это конституция. Структура трехэлементная. Да, пожалуйста, в России также она существует. Президент, парламент, народ. То есть все вот эти признаки, они есть. Кроме территории населения. У международной организации отсутствует территория. То есть у него нет территории, но есть штаб-квартира. Штаб-квартира это то место, где находится территориально, где расположена международная организация. Так как вся территория на земном шаре уже поделена между государствами, ну, может, Антарктика является небольшим исключением, то любая международная организация, вернее, ее штаб-квартира находится на территории какого-либо государства. Конкретного государства. То есть есть вопрос территории. И еще один признак, это условно говоря, население международной организации. Нет гражданства международной организации. Нельзя быть гражданином ООН, НАТО, ШОС, невозможно. Но в вот этой структуре организационной должны работать люди. Председатель или президент международной организации, совет директоров международной организации. Это люди. И они одновременно являются гражданами другого государства и работают в этой организации. Это называется персонал. Персонал международной организации. Они обладают гражданством своего государства, но, как мы говорили с вами в свое время о дипломатах, чтобы на них не оказывалось давление, на них распространяются определенные привилегии и иммунитеты, сравнимые с привилегиями и иммунитетами дипломатов и консулов То есть, например, у России есть представитель, наш гражданин в Организации Объединенных Наций, Россия не имеет права оказывать давление на этого представителя, то есть он должен быть независимым Эта часть в обычае зафиксирована, а часть зафиксирована, опять же, в конвенционном базисе, в данном случае, в приведенном мною случае, это в Уставе Организации Объединенных Наций Итак, мы с вами рассмотрели основное понятие и признаки международных организаций И в качестве демонстрации я бы использовал метод кейса, то есть конкретной ситуации А конкретная ситуация это самой большой международной организации в мире, самый значимый на сегодняшний день Я надеюсь, еще долгое время так и будет продолжаться, потому что система показала свою устойчивость, свою значимость Это Организация Объединенных Наций Итак, второй вопрос нашей лекции Это ООН Организация Объединенных Наций Вы видите фон, фон этого слайда, флаг и герб Организации Объединенных Наций Значение которой трудно переоценить в современной международной жизни Потребность в создании международной организации такого уровня, такой значимости возникла в начале 20 века Это было связано с первой еще мировой войной Когда международное право продемонстрировало свою беспомощность перед войной Государства не смогли договориться, были огромные жертвы Все люди видели эти жертвы, и государства решили предотвратить это И был создан прообраз современного ООН Лига Наций Лига Наций, такая международная организация, она была создана для предотвращения военных действий Но тогда или люди еще не поняли, что война это очень страшно для всего человечества Современные войны того времени Или не было практики вот такого общения международного на уровне международной организации Но она просуществовала недолго Лига Наций СССР из нее в свое время исключили из-за того, что мы напали на беззащитную Финляндию Другие организации и другие государства тоже изъявляли свое нежелание участвовать в этой организации И она просто де-факто перестала существовать, перестала влиять на международную жизнь Но когда разразилась Вторая мировая война, уже в ее ходе Государства стали задумываться, что такое, что происходит, почему такие жертвы И стали задумываться над тем, что будет после войны Перед вами изображение двух мест на нашей планете Которые очень тесно связаны с историей создания ООН Первое место это Крым Ливадийский дворец Еще во время войны там создаялась встреча между представителями трех государств Это СССР, Соединенные Штаты Америки и Великобритания И здесь была проговорена необходимость создания международной организации Которая бы предотвращала в будущие войны Если они потребность, то есть которые могут возникнуть И второе изображение это город Сан-Франциско, Золотой мост известный Именно там и зародилась ООН Что значит зародилась? Зародилась значит возник ее конвенционный базис А что такое конвенционный базис? Это устав Итак, именно в городе Сан-Франциско В 1945 году, буквально сразу же после окончания Второй мировой войны Был подписан Устав ООН Было три основных участника И 50 государств для одного оставили место Для Польши 50 государств подписало Устав ООН И буквально уже осенью этого же 1945 года Государства ратифицировали этот устав А ратификация означает вступление в силу этого международного договора А значит ООН было создано Многие авторы, например, такой международник как Лукашук Недавно скончавшийся, к сожалению Он вообще выделяет современный этап развития международного права Как этап создания ООН То есть отчет современному международному праву ведется с 1945 года С момента создания ООН Многие критикуют сейчас ООН Да, многие недовольны ее работой Многие государства выражают свое недоумение, непонимание, недовольство Но она работает Смотрите, сегодня 2013 год на дворе А у нас еще ни одной мировой войны после второй не случилось И во многом это произошло благодаря этой международной организации Итак, посмотрим сначала на атрибуты этой международной организации Атрибуты этой международной организации Флаг и штаб-квартира Вы видите на экране флаг международной организации На голубом цвете Изображение карты земли В обрамлении венка Интересная история Что изображено на этой карте Если вы видели, например, американские карты земли То там в центре этой карты Вы увидите Соединенные Штаты Америки В европейской карте, естественно, в центре Европы И долго думали, что изобразить на эмблеме ООН Организации Объединенных Наций И изобразили Антарктику То есть перевернули вид снизу Так как это международная территория Никакому государству не обидно И вот сегодня на флаге и на гербе ООН У нас Антарктика и чуть-чуть Америки Рядом изображена штаб-квартира Основная штаб-квартира Их несколько Несколько мест размещения органов ООН Но вот основная штаб-квартира Это изображена перед вами Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке Это специальный комплекс зданий ООН специальный договор с правительством Соединенных Штатов На аренду этой территории В этом комплексе зданий действуют свои правила Там у Соединенных Штатов ограничена юрисдикция То есть не все полицейские могут делать Американские на этой территории Но также и в других государствах есть места Где расположены ее органы Например, в Гааге, в Москве Есть отделение ООН И есть ее территория Помимо штаб-квартиры и флага ООН существует, как я уже говорил, устав Устав содержит 111 статей И в этом уставе Он разделен на две неравные части Он очень похож, например, на российскую конституцию Небольшая часть посвящена целям ООН А основная цель ООН Это международное обеспечение международной безопасности То есть предотвращение будущей войны Читаем мы за этим Вот это основная цель Они так фрагментарно прописаны Защита прав человека Еще несколько Но основная часть устава посвящена Организационной структуре ООН То есть ее органам И полномочиям каждого из этих органов Потому что именно посредством работы этих органов ООН-то и работает В ООН принимаются только государства Только государства Согласно уставу Только один признак Международной организации Только должен быть один признак у государства Чтобы вступить в ООН Это признак Миролюбивость государства Когда мы с вами говорили О создании государства Как субъекта международного права Об институте признания Мы говорили с вами о том что Государство Точно становится субъектом Если его приняли в ООН То есть если ООН проголосовала Члены Совета Безопасности Затем Генеральной Ассамблеи проголосуют За вступление какого-то Образования в ООН Оно становится автоматически Государством Вас не должно смущать Термин ООН Потому что под нацией В данном случае Понимается именно государство Не нацию в том понимании Что это совокупность населения С определенным языком Этнической общностью А под нацией в данном случае Понимается именно государство Но максимум государство Подобное образование Например такие Как я сегодня уже говорил Ватикан Вот Ватикан может быть Наблюдателем В ООН Сегодня мы посвятим основное время При изучении ООН Именно организационной структуре Организационная структура То есть органы ООН Сходные Как я уже говорил С акционерным обществом Выделяют пять основных органов ООН Мы их всех проговорим Но остановимся на трех основных Трех основных Базисных Функционально наделенных Насыщенных органов международного права И так обратимся К слайду о структуре ООН Я выделил три основных органа в структуре Первый Это генеральная ассамблея ООН Второй Это совет безопасности ООН И на вершине Это генеральный секретарь ООН Давайте сравним Эту структуру ООН Со структурой вообще международных организаций Которая была представлена вам В начале нашей лекции Мы видим здесь общее собрание Исполнительный орган и руководитель Общее собрание Это по аналогии с ООН Это генеральная ассамблея Исполнительный орган Это совет безопасности И секретариат Генеральный секретарь ООН Это руководитель Международной организации Такой международной организации Как ООН Напоминаю, что помимо этих трех основных Существуют еще Другие международные Другие органы ООН О которых мы тоже будем говорить Итак Первый основной Он считается основным органом ООН Это генеральная ассамблея В генеральную ассамблею входят Представители Всех государств участников Как только государство Принято в ООН Оно направляет трех своих представителей В этот орган Этот орган Он не постоянно действующий Есть заседания генеральной ассамблеи Эти заседания проходят В Нью-Йорке Есть специальное здание Специальное помещение Которое, я надеюсь, станет вам известным После того, как мы сегодня на него посмотрим Итак, где же заседает Генеральная ассамблея ООН В каком помещении Это знаменитое помещение Генеральной ассамблеи ООН Может быть, нашей истории И вам в частности Известно Когда Никита Сергеевич Хрущев Стучал ботинком По кафедре Это происходило именно На подобной генеральной ассамблее ООН Генеральная ассамблея созывается в сентябре Как дети идут в школу И тут же Приезжают представители государств На эту генеральную ассамблею Как правило, это президенты государств Последние годы Я не помню такого момента Когда наш президент Будь то действующий Предыдущий Не приехали бы на генеральную ассамблею Это считается очень важным Важным шагом Очень важной Важной конференции Государства приезжают туда И начинается обсуждение каких-то вопросов Функционал То есть Какая функция генеральной ассамблеи Но можем перечислить их несколько Конечно же основная функция Это законодательная То есть Посредством генеральной ассамблеи Происходит принятие Каких-то важных международных договоров Мы с вами говорили Например О морском праве Морское право Это Конвенция ООН по морскому праву Восьмидесятого года В данном случае Можно сравнить генеральную ассамблею с парламентом В которой В этом парламенте Создаются Нормы международного права И подписываются Международные договоры Путем голосования Кроме того Кроме этой функции Генеральная ассамблея Заведует Принятием В ООН То есть Идет голосование Кого принять Кого нет Идет вопрос О признании государства Затем Функция Международной Генеральной ассамблеи Это избрание Генерального секретаря Это избрание Непостоянных членов Совета Безопасности Чуть позже Мы об этом с вами Будем говорить И Какие-то резолюции Каким-то очень важным вопросом Которые возникают в мире И генеральная ассамблея Может Реакцию свою проводить На эти события Издавая Подписывая Какие-то документы Резолюции Генеральной ассамблеи ООН Это важный Конечно же Орган Но Первоначально Было задумано так Что Есть один орган ООН Который Призван Постоянно Держать руку На пульсе Международной жизни На предмет конфликтов На предмет войн Этот орган Совет Безопасности Совет Безопасности У нас стоит В нашей схеме После Генеральной ассамблеи И это Постоянно Действующий орган То есть Он Происходит Постоянное заседание Ну По мере возникновения Необходимости Но Он считается Постоянно действующим органом И похож на Совет Директоров По аналогии С нашим акционерным обществом Если Генеральной ассамблеи Участвуют Все Государства Участники ООН То В Совете Безопасности Их 15 При этом Пять государств Является Постоянными Членами Совета Безопасности Что это значит Это значит Что они Никогда Не выбираются Они Постоянные Их Конечно же Необходимо Перечислить Это Россия Как правоприемница СССР Это Соединенные Штаты Америки Это Великобритания Это Франция И это Китай Эти Пять Основных Членов Совета Безопасности Несменяемых Остальные 10 Это Сменяемые Члены Они Сбираются Ротационно То есть Не все Сразу По определенным квотам То есть От каждого континента Например Мир разбит на континенты От каждого континента Должно Присутствовать Определенное Количество Представителей Государств Этого континента Почему Это Так В обычае скрупулезно Прописано Потому что Это Мы сейчас Увидим Они принимают Это очень важное решение Для Любого государства И Каждое Конечно Государство Желает быть В нем Совет Безопасности Безопасность Занимается Вопросами Применения Силы К Случаем Агрессии Или Случаем Когда Есть Потенциальная Угроза Войны Мировой Войны Локальной Войны И У Генеральной Ассамблеи Есть определенные Полномочия Для этого Полномочия Для чего Для предотвращения конфликтов Например Генеральная Ассамблея Совет Безопасности Может объявить Эмбарго Например Государство Агрессор Этому государству Объявляется Эмбарго Устанавливается Эмбарго С ним нельзя Торговать И конечно Это удушает Современное государство Не может существовать Само по себе Внутри Оно Контактирует Голод Может начаться Кризис Экономический Эмбарго Действующая Модель Есть У Совета Безопасности Такая функция Как направление войск Так называемых Голубых Касок Функция Это есть Такой механизм Есть Но он не очень хорошо Работает И последнее Важнейший Важнейший Инструмент Предотвращение войн Как ни странно Это Объявление войны То есть Генеральный Сайд Безопасности Может Разрешить Применять Военную силу В отношении Государства Агрессора Например В свое время Это было в Ираке То есть Только с разрешения Если какое-то государство В обход Совета Безопасности Направить свои войска В другое государство Это будет Воспринято Как агрессии Как агрессии Как нарушение Норм международного права Именно Совет Безопасности Единственный Легальный орган На нашей планете Земля Который Разрешает От применения Военных действий И Происходит Голосование Здесь есть Такой еще аспект Как Право Вето Это Запрещаю По-латински Пять членов Совета Безопасности Это постоянные члены Которые я вам перечислил Могут объявлять Право Вето Скорее налагать Право Вето То есть Наше государство Россия может встать И сказать Вето То есть значит Запрещаю И эта резолюция Совета Безопасности Не пройдет Вот хотя бы Одно из пяти государств Скажет Вето Все Решение Не проходит Консенсус Не найден И должны договариваться Со всеми этими Пятью государствами Очень Конечно Сложно Согласовать Все воли Существует Определенная Сегодня Критика Совета Безопасности Например О количестве Постоянных членов Понятно Что Россия Это далеко Не СССР У нас Нет уже Таких сил Ни международных Ни экономических Подросли Новые международные Новые Государства Мощные Возродилась Германия Япония И они тоже Претендуют На включение Совета Безопасности Вполне возможно Он будет Реформирован Совет Безопасности Уже был Несколько раз Реформирован Было увеличено Количество Непостоянных Членов Но стоит вопрос О постоянных Вполне возможно ООН будет реформирована В этой части Но это очень опасно Мир Пока Мир ООН обеспечивает Войны мировой нет И что-то там тронуть Это может повлечь С собой Неприятные последствия То есть Надо реформировать Но очень аккуратно Итак Рассмотрим Третий Орган Организации Объединенных Наций Третьим органом В структуре ООН Основным Является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь Я думаю Вам Известно Не президент А именно Генеральный секретарь Это название Взято Именно Благодаря нам Советскому Союзу Мы знаем Что у нас Глава нашего государства Был также Генеральный секретарь Назывался Сталин Был генеральным секретарем Так вот Так и назвали Должность Высшую должность В ООН Объединенных Наций Как я уже говорил Государства неохотно Ставят Кого-то над собой Вернее Ставят Де-факто Де-юро Генеральный секретарь Над всеми Но он обладает Минимум полномочий Какие же Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь Может выступать В Совете Безопасности Кстати Сейчас мы С вами посмотрим Где заседает Совет Безопасности ООН В Совет Безопасности ООН Генеральный секретарь Может выступать С чем? Например Генеральный секретарь Может выдвигать Кандидатуры На вступление В ООН Это его полномочия Генеральный секретарь Основная его функция это организация работы в ООН, он заведует персоналом. Например, если вы захотите работать в ООН, именно генеральный секретарь Панги Мун сегодня, он принимает на работу в ООН. Есть у генеральского секретаря еще одна функция, она так интересно называется, он является посланцем мира. То есть, если есть где-то конфликтные ситуации, угрозы миру, генеральный секретарь может выехать в это место, и он, как посланец мира, вокруг него вот эта благодать мира должна наступать, ну по крайней мере способствовать этому. Это не ирония, действительно, иногда одно присутствие представителя такой мощной организации, как ООН, приводит к тому, что как-то или затихает, или стороны начинают договариваться друг с другом, потому что знают, что за этим посланцем мира может прийти их посланец войны, это совет безопасности, который может санкционировать, например, применение силы в отношении этого государства. Но, в любом случае, конечно, генеральный секретарь это фигура не первостепенная, не первостепенная в Совете безопасности ООН, вообще в этой структуре. Помимо трех основных органов, существуют еще основные органы ООН, один потерял свое назначение, это комитет по опеке. Когда он создавался, еще были колонии, и вот за контролем над этими колониями и был создан вот этот комитет по опеке. Но сегодня, по моим сведениям, осталась одна колония, это какой-то остров в Тихом океане, и функционал этого органа минимальный. Есть еще один орган, который находится в тени, в отличии от этих трех основных, но немаловажный он, это экономический социальный совет. Экономический социальный совет, экономика, социальные отношения. Ну, чтобы вы поняли о важности этого органа, я вам приведу пример, что входит в этот, или кто подчиняется вот этому ЭКОСОС, экономическому социальному совету. Например, Всемирный банк реконструкции и развития, Международный банк, Международный валютный фонд, это из экономики, из прав человека, комиссия знаменитая по правам человека, она заседает именно при ЭКОСОС, там доклады общественной организации проводят мониторинг с правами человека на территории какого-то государства, а потом выступают в комиссии по правам человека. Наше государство, к сожалению, очень часто фигурирует в этих докладах, в этих докладах государство, к сожалению, не всегда соответствующие нормам международного права, прав человека. и то, что наше государство в последнее время выдавливает международные организации, неправительственные, с нашей территории, не думаю, что нам поможет в этом. То есть, если никто не увидит, это не значит, что никто не знает. В данном случае, я думаю, надо просто руководствоваться рекомендациями и приводить наши права человека, наше состояние с правами человека к международным стандартам более активно. И еще один орган, который будет интересен именно вам, юристам, это Международный суд ООН. Никогда не пишите в этот суд, если у вас какие-то проблемы. Например, вас затопили или вас судили незаконно. Этот суд не тот суд, который занимается этими вопросами. Этот суд, Международный суд ООН, разрешает конфликты между государствами. Это его основная функция. Не между человек-государства, а между государствами-участниками Организации Объединенных Наций. Итак, этот суд находится в Гааге. И потому, может быть, вы его знаете под названием Гаагский суд. И вот помещение этого Гаагского суда. Международный суд ООН, Гаагский суд, суд высшей квалификации. Судьи избираются из международников разных правовых систем. Есть такое условие. И он разрешает споры между государствами. Какие могут быть споры? Около 100 дел. С валом наших судов, конечно, это не сравнить. Очень редко проводится заседание суда. Но каждое заседание значимо. Почему редко? Там есть такое условие. Если одно государство подаст жалобу на другое в суд ООН, суд не может начаться до того момента, как другое государство, государство-ответчик, назовем его так, не даст своего согласия на суд. Если он скажет, нет, я не хочу, чтобы этот вопрос разбирался международным судом, он не будет разбираться. То есть оба государства должны быть согласны на рассмотрение дел в этом международном органе. Какие вопросы решаются? Ну, во-первых, это вопросы, связанные с территориальными претензиями. У государства друг к другу есть какие-то претензии. В качестве кейса можно привести пример спора между Великобритарией и Францией по поводу некоторых островов в Ла-Манше. Там острова, прилив их может и затопить, во отливе их видно. Много лет они были французские, много лет они принадлежали Англии. И вот был спор, по сути, по делимитации границы. И Международный суд ООН разрешил этот спор. Также споры решаются не часто, но очень значимо по военным каким-то конфликтам. Например, дело Никарагуа против Соединенных Штатов. Когда Соединенные Штаты, пользуясь тем, что они заключили договор с одной из сторон о взаимной военной помощи, вели свои войска в Никарагуа. Международный суд посчитал, что это незаконно. То есть это нельзя было расценить как самооборону. То есть нападали не на Соединенные Штаты, а на государство, с кем они подписали договор. И потому они не могли, не имели права участвовать в этом вооруженном конфликте против Никарагуа. Следующая большая категория споров, благодаря Норвегии она возникла. Это по территориальному морю или континентальному шельфу. Это рыбные районы. Много споров возникало по поводу того, как делить это территориальное море, кто имеет там право ловить рыбу. Ну вот, очень часто такие проблемы возникали. Ну как часто? Опять же, стол дел это немного. Ну и последняя категория дел, на которые я бы хотел обратить внимание, это морские, опять же, связанные с морским действием. Это известное дело Великобритании против Албании. Когда два английских корабля военных подорвались в территориальных море Албании, был спор, имели ли они право там находиться или нет. И суд ООН вынес решение, что права в данном случае Великобритании обязал Албанию выплатить определенные компенсации денежные. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели два основных вопроса права международных организаций. Это понятие права международной организации и организации объединенных наций. Это действительно молодая, 100 лет в рамках международного права это мгновение. Это молодая отрасль международного права, но, как мы видим, значимая. Значение крупных международных организаций трудно переоценить. ООН, НАТО и другие организации сегодня этому вопросу очень большое внимание уделяется. То, что никакой президент не может игнорировать заседание Совета Генеральной Ассамблеи ООН, уже говорит о значимости этой структуры. Я думаю, они и дальше будут развиваться. Их функционал будет увеличиваться. Я не приверженец теории всемирного государства о том, что какая-то международная организация станет универсальной и поглотит в себе все другие государства. Но, безусловно, международные организации помогают не только государствам, но и гражданам. Например, при отстаивании своих прав внутри государства, при пересечении границы, при защите каких-то своих прав. И потому в этом я вижу большую важность и полезность права международных организаций в современном международном праве. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok